Всем привет! С вами я, Вова Тишевский, и сегодня я буду делать обзор на Meizu MX6. Я очень долго ждал этого момента, когда я смогу сделать этот обзор, и вы тоже ждали и писали мне. Друзья, извините, что прям вовремя я его не сделал, а вот сейчас только, но надеюсь, что посмотрев этот обзор, все будет окейно. Итак, Meizu MX6. Вышел он летом 2016 года, имеет очень стильный, красивый дизайн, на порядок лучше, чем у Meizu MX5 и лучше, чем у MX4 и MX3. Он напоминает по дизайну Meizu Pro 6, только в увеличенном корпусе. По сути, знаете, как вот у Galaxy есть S7 и S7 Edge, то есть 5 дюймов и 5,5, и так же само и этот. Единственное, что Pro 6 как бы типа считается более премиальный и подороже, но тем не менее, я вам скажу, что этот самый лучший из телефонов Meizu, который когда-либо я тестил. Лучше пока что они не придумали. Вот как-то так. Итак, чем же он такой хороший и есть ли у него недостатки? Это все мы сейчас разберем. Итак, первое, давайте посмотрим на внешний вид. У нас металлический корпус, с правой стороны у нас находится кнопка включения и регулировка громкости. На обратной стороне у нас камера, немного выпирающая. Благодаря кейсу, вот даже такой простой силиконовый, который мне подавил продавец на Алиэкспрессе, у которого я купил, она в принципе не выпирает. То есть все четко, отлично. Когда я кладу на стол, ободок не царапается. Далее у нас идет вспышка белого света и желтого. Логотип Meizu. На этой стороне у нас лоток для двух нано-сим-карт. Не расширяется здесь память, то есть у нас нет расширяемой памяти. Сверху у нас микрофончик. Снизу у аппарата Type-C. Микрофон для разговора. Динамик и разъем для наушников. И сверху у нас еще дополнительный микрофон. Еще мне нравится дизайн угловой части. На передней и на задней стороне. На задней стороне это просто закругленное. И очень приятно лежит в руке. А на передней части здесь идет такая как металлическая гравировочка. Очень круто, стильно. На передней части сверху у нас идут датчики и фронтальная камера. Разговорный динамик. И снизу у нас идет фирменная кнопочка от Meizu. Которая у нас и является сканером отпечатка пальцев. Также кнопочкой возврата назад, когда мы к ней только притрагиваемся. Или полностью возврата домой, когда мы на нее нажимаем. Далее, теперь о экране. Здесь он 5,5 дюйма, Full HD, IPS по технологии TDDI. Какая-то вот такая технология. Я вам скажу, что экран один из лучших. 5,5 дюймовых. Иногда мне даже кажется, что у этого Meizu лучший экран, чем у моего Galaxy S7. Как-то так. И это реально очень-очень хорошо. Хотя по яркости он немного уступает Galaxy S7. Но если говорить вообще по комфортности яркости, то она действительно хорошая. Минимальная яркость очень минимальная. И максимальная яркость достаточно высокая. Яркость вообще там 500, по-моему, кандел на метр квадратный. На самом деле для меня это немного темный лес. Но тем не менее, очень-очень приятный и классный экран. Это самое главное. Теперь далее. Что касается софтверной части, то аппарат работает на Android 6.0. И у меня прошивка Flyme 5233G. То есть глобальная прошивка. Работает она стабильно, стандартно, хорошо. Единственное, что вот я ее получил с Китая. Такой с прошивкой с G. Тем не менее, мне иногда периодически выскакивает реклама на весь экран. И какое из приложений его мне выбивает, я не знаю. Но точно не из тех, которые я установил. И что-то тут не то. Мне предложили переустановить прошивку. И тогда будет все окейно. То есть она по модели будет точно такая же. Просто не будет вот того файла, который загружает периодически рекламу. Итак, что касается шустрости смартфона. Вот даже текстовые сайты. Вы можете посмотреть по скроулингу. Насколько удобно и насколько быстро работает. И вообще просто даже посмотреть, насколько шустро работает телефон. Это очень круто. Почему он работает так быстро? Потому что у него мощный процессор. Да, к примеру, некоторые скажут, что он не совсем оптимизированный для игр. Но для повседневной работы он очень даже хорошо оптимизирован. Давайте посмотрим по оттуту бенчмарку. Android 6.0. Модель процессора 6797. Графический чип Mali-T880. Full HD экран. 12-мегапиксельная камера. 4 гигабайта оперативной памяти. 32 гигабайта встроенной памяти, из которой доступно 25. Частота процессора почему-то достаточно сильно, мне кажется, занижена. Тут 1391. Может быть, как-то в этой прошивке ограничена или где-то еще. Но, тем не менее, очень низкий показатель. 1.4 вообще должно быть повыше. И фронтальная камера 5 мегапикселей. И все это в Antutu выдает 78059. Это хороший результат, как по мне, хороший показатель. Кстати, вот сюда перехожу. Видите, оно становится тусклее. Я не могу понять, в чем причина. Ну ладно. Итого, что мне нравится. Мне нравится, что оболочка работает шустро, без лагов, без глюков. И очень и очень комфортно. Также я положительно отметил бы стандартные приложения, которые есть у Meizu. Это такие, как календарь, блокноты, калькулятор. То есть, они все очень такие, знаете, простые, элементарные, без каких-либо заморочек. И вообще, если посмотреть, многие приложения у Meizu, они, вот видите, очень-очень просто выглядят. Даже вот мы возьмем такие вещи, как вот будильник. Насколько все удобно, просто и доступно. То есть, здесь нету каких-либо, знаете, супер наворотов, куча-куча тысяч функций. Все очень просто, как в айфоне. И с какой-то стороны, эта простота реально подкупает, и все очень круто. Также хотел бы отметить вопрос мультимедиа. В частности, звучание основного динамика. Давайте послушаем. Это максимальная громкость. Видите? Да, звук очень хороший. Да, хороший, качественный динамик. Который не репит, который, знаете, не захлебывается и достаточно громко воспроизводит. Это супер. Я скажу, что основной динамик для мультимедиа годится. Также, что касается прослушивания музыки в наушниках, могу сказать, что звучание хорошее, насыщенное, высококачественное. По уровню, как у Xiaomi Mi Note или же Mi 5. То есть, вот где-то в этом диапазоне. Даже я бы сказал так, что ближе к Mi 5, потому что у Mi Note идет Hi-Fi чип. И там, ну, реально там своя, как бы, тема интересная. То есть, Mi Note еще нужно переплюнуть. Это телефон, как бы, не совсем того ценового даже уровня, чем Mi Note. Поэтому, конечно, звук хороший, но не самый лучший из всех, которых я слышал. Ну и теперь давайте поговорим о камере. Что касается камеры, основная она у нас 13 мегапикселей. Меню у нас очень-очень простое. Тут у нас есть доступ к автоматическому режиму, ручному режиму, видеорежиму, портретной панорамы смены фокуса. То есть, можно менять фокус, макро, сканер и замедленной съемки еще дживки делать. То есть, все эти возможности присутствуют. Обидно то, что в ручном режиме нельзя снимать видео. То есть, вот это была бы идеальная возможность. К примеру, мой Galaxy S7 имеет возможность в режиме Pro снимать видео. Здесь мы имеем возможность только делать, причем, что видите, фокус идет у нас ручной по тапу в Pro режиме. Ну, возможно, его там где-то можно настроить. Но что в автоматическом, видите, идет полностью автоматический фокус. И, кстати, он не всегда срабатывает хорошо. Это, кстати, тоже один из моментов, но тем не менее. Далее, видео у нас записывается в высоком разрешении. И фото у нас 12 Мп 4х3, 9 Мп 16х9 и фронтальная 5 Мп 4х3. Также есть, кроме режима HDR, есть еще MFLL, Automatic Noise Reduction at Low Light. То есть, как бы улучшенная видеосъемка, точнее фотосъемка при пониженном освещении. То есть, когда низкое освещение. Перейдем там, где видеосъемка и посмотрим по качеству и разрешению. Основная камера записывает видео 4К и фронтальная камера пишет Full HD. Итак, по фронтальной камере мы разберемся. Давайте мы зайдем в галерею. И я сейчас вам продемонстрирую все те снимки, которые я сделал на этот смартфон. Для того, чтобы вы могли видеть, насколько классное качество фото и видеосъемки. Итак, это фото было сделано в комнате, когда на улице было светло. То есть, можно сказать, только свет, который зашел с улицы. Без каких-либо обработок и всего остального. Качество вы можете видеть хорошее. Вот еще одна прекрасная фотография, которая была сделана во время видеообзора. У меня тут на обзоре какой-то смартфон Asus Pegasus. То есть, и я как раз вот сделал свой рабочий стол во время обзора. И вы можете видеть детализацию, красивый, насколько хорошо и качественно передается снимок. И еще один снимок на Meizu MX6. Также я сделал несколько снимков на улице. В частности, вот макро. Также снимок текстура. Очень хорошо получился. Снимок сделанный на фронтальную камеру. Специально, чтобы был задний фон очень сильно освещен. Посмотреть, насколько правильно реагирует камера на объект. То есть, в частности, на лицо в кадре. Когда за объектом, за моим лицом идет очень большой свет. И как видите, мое лицо светлое. И это очень хорошо. Еще одна прекрасная текстурка. Теперь смотрим на фото в режиме низкого освещения. Это без каких-либо эффектов. То есть, HDR и вот того M, H, L, L. И вот с этими эффектами. Но спешу вас предупредить, что камера, конечно, классная. Но по фокусировке она не такая быстрая и классная, как у Galaxy S7. Поэтому тягаться с камерой Galaxy S7 ей в некоторых случаях нет возможности. Хотя иногда некоторые снимки сделаны поярче и посочнее на этот девайс, чем на Galaxy S7. Такое тоже было у меня. Также для тех людей, кто интересуется играми. Вот, пожалуйста, есть такие игры. И часть из этих игр были затестированы. И все это в отдельном видео вы можете посмотреть. Потому что, если я их добавлю сюда, то этот обзор будет более 40 минут. А так не очень хорошо. Поэтому в отдельное видео World of Tanks обязательно покажем вам. Modern Combat или Mortal Kombat, Hearthstone и Imposion. То есть эти игры. Может быть и добавим и Star Wars, Clash и Xenoverk. Ну посмотрим. В общем-то смотрите видео и там все узнаете и увидите. Теперь давайте посмотрим по фактической автономности. Потому что, к сожалению, здесь не сохраняет информацию по автономности за длительный период. То есть максимум отображает за 12 часов детали. Вот давайте посмотрим. Видите, за 12 часов максимальные детали. Вот видите, у меня был телефон практически разряжен. Потом я его зарядил на максимум. Итого у нас ушло 10%. То есть получается 360 минут экран может работать. То есть смартфон может работать. Причем, что в первое время там он у меня раздавал интернет. 360 минут он может работать всего. Экран за одну зарядку. Делим на 60 минут. И узнаем, сколько часов работы, полноценной работы смартфона. То есть 6 часов он может непрерывно работать. Соответственно, если вы в течение дня его эксплуатируете. Там утром часик, потом в обед часик и вечером часик. То у вас, по идее, должно остаться где-то плюс-минус 50%. То есть на 2 дня эксплуатации вам его должно хватить. Если вы 3 часа в день эксплуатируете девайс. Если же вы играете в игры, то, конечно, девайс садится значительно быстрее. Итак, давайте подводить итог. Meizu MX6. Мне нравится этот смартфон тем, что он тоненький, металлический. Также хороший экран, хорошая камера. Памяти 32 и оперативки 4 гигабайта. То есть это мне практически все нравится. Единственное, было бы здорово 64 или расширение карт памяти, чтобы было. То есть потому что 32 это, конечно, на сегодняшний день прям минималочка, которую нужно иметь. То есть меньше 32, это я вообще не понимаю этих людей. То есть как они живут вообще с телефоном. Вот. Что касается минусов, то процессор, который не совсем оптимизированный под игры. Это первый момент, который мне не сильно нравится. Также я люблю поменьше телефоны. Было бы здорово, чтобы Meizu MX6 было два вида. Пятидюймовый и пяти с половиной дюймовый. То есть это было бы вообще идеально. Потому что Pro 6 не вариант. Там камера отстойная. И вообще я не знаю, как они сделали тот Pro 6. Но Meizu MX6 значительно лучше, чем Pro 6. Кстати, отвечу на ряд вопросов, которые наверняка будут интересовать. Meizu MX6 или Meizu Max? M3 Max. Я бы брал только Meizu MX6. Потому что у Max идет и процессор, как у M3 Note. И камера очень слабая. Здесь получше. M3e или MX6. Вы можете посмотреть сравнение. Но вкратце скажу, что однозначно MX6. Pro 6 или MX6. MX6. В общем-то во всех сравнениях он выигрывает. Единственное с M3 Note. Он проигрывает то, что у M3 Note просто батарейка побольше. И он держит подольше. Вот это единственная фишка M3 Note. А все остальное у M3 Note тоже послабее. Есть еще, конечно, вариант M3s. Но M3s экран слабенький по сравнению с MX6. Если сравнивать их прям в лоб в лоб, то M3s так существенно проигрывает. Но, блин, по цене M3s можно их аж 2 купить. Сколько стоит Meizu MX6. Но, тем не менее, могу сказать, что если вы можете себе позволить MX6 купить. Это самый лучший Meizu смартфон, который есть на сегодняшний день на рынке. И комплектация, кстати, коробочка такая прикольная. И, я же говорю, в сравнении с другими аппаратами он тоже значительно-значительно лучше. Это вот такое мое мнение. Такой мой обзор. На этом я буду заканчивать свое видео. Спасибо вам за то, что смотрели его. Надеюсь, что оно было интересным и полезным для вас. Сделать ли сравнение с M3 Note хотите ли? Вот насколько разница в них? Пишите в комментариях об этом. И хотите ли такое формальное, но все-таки сравнение? Даже вот вам же интересно, как одну и ту же картинку. То есть, ну, блин, один и тот же объект фоткает M3s и MX6. Может быть, для вас будет вполне достаточно M3s. И зачем вам тогда будет MX6? Ну, как вариант. Тоже, если вы хотите сравнения, пишите. Итого. На этом я буду заканчивать свое видео. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, смотреть другие интересные видео. Всем пока. До скорых встреч. А также подписывайтесь на страницы социальных сетей. Группу ВКонтакте, Инстаграм и Твиттер.